Всем привет! Добро пожаловать в школу Roblox 2020. Это отдельная серия уроков про лучи и рейкастинг. С помощью лучей, английский луч Ray, мы сможем измерять расстояние до врагов, до каких-то предметов. Можно будет сделать оружие игровое и так далее. Очень много примеров. Например, световую саблю можно сделать. Давайте мы начнем как-нибудь нестандартное изучение этих лучей. Пару слов только, что такое лучик. Я очень надеюсь, что вы знаете, что такое отрезок и прямая. Подразумевается, что у меня прямая, у нее нет начала и конца, а у отрезка есть все-таки какое-то начало и есть конец. Так как мы на листочке сейчас рисовали на плоскости, то у нас начало, допустим, как в школе, x, y, а конец, например, x2, y, 2. Какие-то два числа задают начало и два числа задают конец. По ним можно вычислить, например, длину нашего отрезка. Естественно, у линии длины нет, она бесконечная. А что же такое луч? Луч это такой гибрид. Половина линии, либо отрезок с началом, но без конца. Так что мы у линии задаем начало координаты origin. Ну, так как у нас все дело в роблоксе происходит, у нас тут три координаты. Давайте сразу так и напишем. x, y, z. Так, все отлично. Начало задали, но теперь нужно понять, а куда линия идет. И мы должны задать ее направление луча. Задается с помощью вектора. Помните, в различных уроках мы пользовались такой штучкой вектор 3. И там тоже три значения. Вот с помощью вектора мы указываем направление. Ну, чтобы урок был не скучный, мы давайте не будем создавать сами вручную вектор. Вот видно тут с помощью функции ray.new. Задаем начало, где находятся три координаты в векторе 3. И направление тоже вектор 3. Вот так можно создавать бесконечное количество лучей. Но эти лучи не видны. Они просто где-то есть. И роблокс наш знает, что у созданного луча есть где-то начало и есть направление. Давайте посмотрим на такую замечательную функцию, которой мы обязательно будем пользоваться для создания, например, оружия. Называется ScreenPointTouray. Тут есть еще ее модификация ViewPortPointTouray. Давайте я не буду объяснять, тратить время. Чем отличаются эти две функции? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На самом деле здесь это написано. Но давайте, тем не менее, расскажу, что такое, как работает ScreenPointTouray. Сразу, чтобы не тратить время, лесну у нее три параметра. X, Y и глубина. Давайте опять немножко подчеркаем. Давайте я нарисую экран. Нарисовал экран. Точка отсчета в нашем экране. Экран подразумевается это то место, где мы рисуем GUI. Где мы рисуем графический graphical user interface. Где мы рисуем наши кнопочки. Это кнопочки, менюшки. Левый верхний угол. Точка отсчета. Координаты. Если мы хотим узнать координаты вот этой точки, мы должны сначала отсчитать количество пикселей на нашем экране. По X. Допустим, здесь будет 500. И по вертикали от этой точки. Здесь, например, 100. В результате координаты этой точки будут X500. А Y будет 100. Окей. Теперь мы можем воспользоваться нашей функцией. Ее название. ScreenPoint2Ray. Переводится на русский язык буквально. Точка с экрана превратись в луч. Итак, мы задаем нашему ScreenPoint2Ray два параметра. 500 и 100. И остался еще один параметр. Depth. Глубина. Смотрите. Если ничего не задавать. Если задавать там 0. Или можно этот параметр опустить. То у нас луч будет создан. Допустим, давайте в этой зеленой точке мы создаем наш луч. Луч будет создан. У него начало будет находиться ровно. В стеклянной поверхности, через которую мы смотрим на игру. Вот я ее сейчас якобы закрашу. Это вот поверхность. Ваш экранчик. Сейчас смотрите видео. А я хочу, чтобы луч был создан не здесь, а, например, в руке нашего игрока. А рука игрока у нас немножко правее. И глубже. В глубину. Ну, например, вот так. Я возьму мышкой. Я хочу, чтобы не здесь была. А вот немножко вот здесь. Для этого у нас есть параметр глубина. Давайте сразу перейдем к примеру. Чтобы не тосковать. Скопировал код. В Roblox этот скрипт должен размещаться в локальном скрипте. Осторожно с этим. Создаем скрипт в папке. В использовании starter player scripts, например. Так, вот я ее вставляю. Ctrl V. Тут у меня что-то закомментировано. Это эксперименты. Так, вот ровно то, что у нас было на сайте. Давайте разбирать. В первой строчке получаем ссылку на камеру. Для чего это нам нужно. Отдельный урок есть про камеру. Можете посмотреть. Это не важно. Камера нам будет давать направление. Вы помните, что у создаваемого луча... Так, я тут немножко путаюсь. У создаваемого луча есть направление. Когда мы вертим камерой, как бы поворачиваем голову, мы задаем новое направление. Посмотрели вверх, вниз, влево, вправо. Это вот все направление. Окей. Это будет очень полезно. Дальше. Мы должны получить ссылку на нашего игрока. В переменной player будет ссылка на персонажа нашего. На характер. На характер нашего игрока. Для чего нам нужен этот характер. Ну, в данном случае, в следующей строчке мы берем мышку. Из этого характера есть функция получить объект мышка. Для того, чтобы мы могли отслеживать движение мышки по экрану. Вот как я сейчас двигаю. И клики мышкой. Клик, клик, клик. Так. Ну, и не только для этого. Мы потом из этого игрока еще получим персонаж. Давайте я сразу... Я им пока не буду пользоваться. Вот так. Кто понимает, почему я получаю персонажа, игрока. И вот таким способом. Не просто пишу local player... Так, так, так. Да. Не просто local player character. Например. Вот так. Так. Жду. Дело в том, что скрипт успевает запуститься. Вот это первая, вторая строчка. До того, как наш персонаж в игре загружен. Пока его тело еще загружено и так далее. Пока персонаж сформировал. Поэтому вот с помощью вот этого сигнала. Это тоже событие. На которое можно с помощью коннекта какую-нибудь функцию назначить. Но в данном случае нам это особо не нужно. Мы просто вызываем функцию wait. Она будет ждать, пока персонаж не загрузится. Только персонаж загрузится. И сразу ссылка на наш характер. Нашего игрока. Занесется в эту перемену. Ладно, оставим. Пока и не пользуемся. Итак. В маусе. В маус у нас занесен объект мышки. Что мы оттуда можем брать? Мы можем брать клик. Когда кликаем мышкой на экране, происходит вот такое событие. Button Down. Здесь даже написано Button 1 Down. Это значит левой кнопкой мышки. Но там есть еще 2 и 3. Сами смотрите в документацию или мои уроки смотрите. Нас интересует левая мышка. С помощью коннекта мы подсоединяем к этому событию event запуск функции. Функция у нас здесь безымянная. Вы, наверное, в скриптах много раз такое встречали. Итак. Функция первой строчки обращается к той новой функции, которую мы в этом уроке изучаем. ScreenPoint2Ray. Что-то она передает. Итак. Ссылка на камеру. Камера двоеточие ScreenPoint2Ray. Естественно, ScreenPoint2Ray просто так не будет работать. Нужно всегда ее запускать. Камера полученная. Камер может быть несколько. Кстати. В игре. Поэтому мы из какой-то конкретной камеры получаем. ScreenPoint2Ray. Получаем координаты мышки. Видите, у нас в этой переменной текущие есть координаты мышки. X, Y. Чтобы самим не задавать всякие координаты от балды. И третьим параметром, помните, это глубина. Глубина измеряется в стадах. Давайте запустим. Во-первых. Посмотрим. Меня, честно говоря, пример немножко разочаровал. И в недоумение привел. Я кликаю. Ничего не происходит. Какие-то глюки. Приближается, как фильм ужасов. Кто-то ко мне приближается. О. А оказывается, что у меня здесь не только чайник закипел. Но и какие-то кирпичи. Наверное, от страха появились. Ок. Что же происходит? Дело в том, что наш персонаж, он толстенький. Он толще одного стада. И я прошу вот что сделать. Я прошу сделать. Создай луч, который находится... За спиной нашего игрока. Вот в данном случае. Так, ребят. Я вам не показал, как сделать это нормально. Или показал? Не, не показал. Я показал как раз вот ту штуку, которая в недоумение в меня ввела. А если мы приблизим колесиком. Ближе, ближе, ближе. Если вид из глаз. Давайте теперь попробуем покликать. Клик. Отлично. Отбежал. Опять клик. Опять клик. Что же происходит? Мы получаем координаты. Ну, помните, да? Что координаты нашего стеклянного экрана используются. И там, где мы кликнем мышкой. Например, вот здесь кликнули мышкой. Глубина от экрана в глубину дальше, куда смотрит камера. Один стад. Давайте-ка мы вот что. Отъедем назад. И немножко наш скрипт исправим. Давайте хотя бы 10 стадов вперед, в глубину. Что-то создавалось. Следующие строчки мы еще изучим. Запускаем. Давайте посмотрим. Сейчас, может быть, уже нормально будет. Более понятно. Кликаю, кликаю. Да, уже видно эти кирпичи. Они не влияют на нашего игрока. Но, тем не менее, видите, какое расстояние большое от экранчика, от нашего стеклянного до игрока. Поэтому даже 10 стадов. И вот они, тем не менее, здесь создались. Но их, по крайней мере, видно. И очень интересно. Давайте отойду и еще раз попробую. Покликаю. Много-много кликаю. Помните, что они создаются по координатам x, y и направлению. Направление, куда смотрит камера. В данном случае отошли и посмотрели. Посмотрите, это напоминает какую-то волну взрывную, да? Кусочек сферы большой. Что вот здесь где-то у нас взрыв произошел. И дело в том, что луч идет вот где-то у него центр, где мы задавали оригин по координате x, y глубина. И дальше мы направление. Направление брали камеры. Куда смотрит камера. И поэтому у нас вот получилась не стена, а именно из точки, из одной точки лучи идут. Начинаются и идут. Поэтому получился такой интересный эффект. И, как вы заметили, лучи на экране не видно. Визуализацию лучей мы сделаем как-нибудь в другой раз. Сейчас сделаем что-нибудь спокойнее для первого занятия. Дальше. Создаем кубик. Этот кубик серый вы видели. Он появляется там, где мы кликаем. Его создают. как обычную детальку. Сразу размещают его в Workspace. Хотя хороший совет сначала разместить его. Точнее, сначала его настроить, а только потом Parent его присвоить в Workspace, чтобы он уже настроен и появился. Ну, не важно. Здесь так все быстро происходит, поэтому мы не замечаем. Так. Размер задаем новой у детальки, чтобы она была не кирпичом по умолчанию, а 1, 1, 1. Маленькой. Дальше. Мы задаем направление. Про C-Frame я сейчас не буду объяснять. Посмотрите. Длинные уроки у меня, к сожалению, по 40 минут они. Уроки C-Frame Roblox по-русски на моем канале. Найдите. Так. Что же делает C-Frame? C-Frame Вот вы уже знаете, что такое позиция. Надеюсь, что знаете. Позиция вот. Сейчас покажу. В данном случае позиция положения Origin начала. Где у нас находится в пространстве нашим трехмерным наш луч. X, Y, Z. У нас у каждого объекта в Roblox есть такое такое поле Position. Но мы же играем извините не в Майнкрафт где у нас все состоит из кубиков которые параллельны друг другу в большинстве случаев. У нас в Roblox может быть направление какое угодно и могут быть не кубики могут быть может этот кубик быть повернут например вот так. И так далее. Как задать положение нашего кубика в пространстве не только координатами мы должны ему еще показать как он должен быть повернут относительно осей Y X и у нас есть глубина глубину Z так надо было наверное да другой цвет XY не буду тоже заострять все это рассказано в других уроках но тем не менее смотрите вот что делает эта функция создаем новую точку ну точнее задаем задаем точку в пространстве передаем ей начало координат что за начало координат где где будет начинаться где этот кубик наш поместится а откуда мы берем значение Ray так вот Ray полностью луч нам создала функция ScreenPointToRay в луче находится ну помните да что луч у нас задается началом где он находится начало луча находится в свойстве Origin там его X, Y и Z так и у луча еще есть направление 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 он смотрит в ту же сторону что и луч но он просто у него у этого направления нет начала смотрите давайте попробуем подчеркать не хочу урок чтобы был длинный вот смотрите вот наш лучик у него направление он уходит куда-то далеко это же самое направление может быть совпадать и с другим лучом у которого начало в другой координате но направление точно такое же и с третьим вот сейчас я конечно криво нарисовал но вы поверьте что направление этих лучей одно и то же в свойстве direction направление как раз и хранится это направление можно создать какую-нибудь деталь как мы сейчас создали парт кубик куб и можно задать ему то же самое направление куда смотрит луч ну и дальше закрепляем луч ой не луч закрепляем кубик чтобы он не падал и так давайте же еще раз разберем что же здесь происходит когда мы создаем с помощью функции луч мы задаем координаты на экране где мы тыкаем мышкой x y и 10 стадов плюс 10 стадов от экрана в глубину так окей ну я представил мысленно эту точку где у нас лучик этот невидимый сейчас будет создан создали вот он переменный луч а теперь мы берем origin это значит точка где этот луч вот который я представлял и теперь почему так это точка плюс направление а вот вот почему у нас вот такой эффект получался как при взрыве 3-4-5 тоже давайте я сейчас не буду это мы обязательно все разберем в других уроках давайте сделаем пушку чтобы у нас кирпичики стреляли для этого сразу убираем убираем закрепление кубика в воздухе и попробуем постреляем ну на самом деле какая стрельба они сейчас наверное будут появляться будут тут падать неинтересно давайте еще вот как я не вижу вот когда кубик очень плохо видно его направление давайте исправим это будем делать не кубик а такую длинную палку x y вот глубина глубину делаем десятка пусть такая будет палка давайте посмотрим получается или нет так сразу торможу надо закрепить наверное опять с помощью якоря и ребята вот кстати то что мы сейчас делаем не обольщайтесь это в игре нельзя использовать мы сейчас создаем все вещи все эти парты детальки мы создаем только для локального игрока если мы сейчас запустим тест с двумя игроками с тремя игроки не будут видеть чужие детали вот мы наделали этих кирпичиков в том по тени уже видно да вот управление более приятно на взрыв похоже что если что если мы будем задавать еще скорость нашим снарядам чтобы они летели вперед в нужном направлении так ну во первых мы якорь отключаем так теперь нужно задать скорость я у себя подсмотрю все очень просто так любого объекта на нашем рабочем столе например если вы бросаете какой-нибудь кубик у него получается скорость скорость это то скорость с какой скоростью стадов в секунду он летит сюда сюда в глубину на нас летит и так далее соответственно скорость тоже должна задаваться тремя значениями по x по y по z но у нас все очень просто дело в том что вектор direction в нем значение от 0 до 1 я надеюсь сейчас что-то получится физический движок в роблоксе умеет толкать детали сейчас давайте попробуем постреляем нашими палками стреляем но они далеко не летят давайте скорость увеличим почему не летят потому что скорость я очень маленькую добавляю скорость здесь примерно от 0 до 1 стада в секунду естественно далеко не улетит давайте умножим на десятку сначала посмотрим урок уже подходит к концу домашек в этих уроках я не задаю так что-то не нравится ничего я не вижу давайте умножить на 100 маленькая скорость они просто успевают упасть но отлично классно кстати уже можно такое оружие какое-то использовать да даже не оружие ладно если есть идеи как вот такие блоки можно использовать в игре напишите в комментариях так давайте сделаем как у меня тысячи ну тысячи хватит иначе мы не увидим вот кстати можно будет делать оружие не лазер а действительно полет настоящее и мы это обязательно будем делать с вами в других уроках вот уже видно опа уф как говорится мне тоже нравится что здесь рикошет рикошет сработал и видно что в принципе улетает правильно да если мы видим только торец значит и направление правильно но они откуда-то улетают вот они улетают от экрана помните где наша наша функция которую мы сегодня проходим где она начало нашего луча рисует она его рисует вот здесь где находится экран мы добавили 10 стадов вперед давайте добавим голову голову нашего игрока пусть как будто из головы лазерами из глаз кирпичами из глаз для этого я как раз и получал ссылку на персонажа нашего так примерно тоже я в отдельную в отдельную переменную заношу origin давайте вот так origin 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 в origin что мы делаем у полученного персонажа нашего игрока куда у него смотрит не никуда у него смотрит голова а центр головы вы знаете что позиция у нас в середине головы так а это что нужно нам это или нет это чтобы было не всегда не в середине головы точка создания луча мы прибавляем еще вектор направления умноженное на 3 если попытаться вам нарисовать то давайте вот так вот у нас есть голова нашего этого игрока у него где-то там точка центр я хочу чтобы центр выстрела был не из головы а несколько стадов вперед например первый стад второй стад третий стад где-то здесь и причем не где-то сбоку там стрелять из-за плеча все время стрелять а именно по направлению куда смотрит камера поэтому я беру направление камеры ну камера передала свое направление уже в луч и поэтому я могу напрямую из нашего луча брать направление right direction умножил на 3 это чтобы было не от 0 до 1 стада расстояние а 3 может быть даже побольше надо но мы сейчас посмотрим размеры такие же остаются у снаряда origin рядом с головой перед головой нашего игрока и куда а направление нашего это мы уже отладили у нас работало направление нашего патрона длинной части тоже в сторону куда смотрит луч если мы это не будем делать можно поэкспериментировать давайте посмотрим сейчас уже должно что-то довольно симпатично стрелять давайте мы испортим код если все нормально так что-то странное скорость правильно задана мне кажется направление мы задаем неправильно давайте посмотрим что я сделал неправильно итак направление тоже нужно точку отсчета плюс вектор с направлением а точка откуда где у нас эта деталь будет вот мы здесь посчитали рядом с головой давайте посмотрим что-то может быть пока непонятно но надеюсь интуитивно да вот уже видно что наши длинные снаряды они улетают они не карлсоны поэтому не обещали вернуться отлично у нас что нужно переделать в этом коде чтобы снаряд летел в ту сторону куда смотрит наш игрок так будет тяжело наверное целиться легче конечно вот когда мы кликаем на экран и туда улетает уже так вроде бы все давайте попробуем я уберу отсюда вообще ориентацию нашей детальки так я зря сделал нет все нормально стерлось так давайте опять постреляют я пытаюсь испортить код так очень весело видите как важно задавать направление возвращаю код как он был так скорость здесь меняем отлично ну вот и все пожалуй для первого урока можете экспериментировать запустите запустите тест давайте запустим тест я не буду запускать двух игроков выберите нажмите старт у вас появится три окна одно окно серверное как будто с третьей стороны админ наблюдает и два окошка игровых первого игрока и второго попробуйте постреляйте первым игроком и вторым и понаблюдайте со стороны из глаз как бы админа и из глаз в глаз первого и второго игрока вы увидите что никаких деталей не летает ничего нет ничего не реплицируется для того чтобы наша пушка заработала в игре нужно будет использовать ремонт ремонт ивент или ремонт функцион скорее всего чтобы была защита от читеров будем использовать ремонт функцион ставим лайки подписываемся жмем колокольчик донаты потому что тема сейчас будет все сложнее и сложнее чтобы было интересно продолжать эту серию уроков про лучи ну и просто пишем вопросы в комментариях заказы и так далее и подписывайтесь на группу вконтакте